у человека какая-то есть вот да есть какая-то у него все равно сила внутренняя я не знаю как это передать то есть это энергетика даже через картинку на почувствовать вау как вас зовут алёна очень приятно александр в чудеса какие-нибудь верите больше верите или больше не верить ну как сказать наверное да все таки битвы экстрасенсов смотрели что многие эфиры у них подкупные уже победители вот эти все многие говорили о том что это нифига не правда просто дают задание да рассказывать полностью до человека но вы кого-то там помните знаете оттуда а кто это но он кто был но его вот встретили вот чем будут вы его спросили да наверное ничего бы не спрашивала что-то там за будущее говорить мол погадай мне там дай предпить что-то за прошлое спросить скажи а теперь ты веришь чудеса наверное да ты знаешь я уже какой раз правда слышу про вот эти все разоблачения и так далее я тебе скажу так если уж ты смотрел битву да и помнишь чем я занимаюсь всегда делаю вывод после того когда увидел это что-то своими глазами те кто бывали хотя бы раз на битве они никогда в этом не сомневаются это я тебе гарантирую как тот кто прошел все это от и до но делая такой вывод говорят он давай я посмотрел там разоблачение какое-то это все очень такие знаешь заказные вещи которые были во все времена нужно тогда принимать решение говорить да вот я видел своими глазами и вот теперь я могу сказать настоящие они или нет но ну так что очень меня что-нибудь спросить или нет я немного растерялась конечно да не знаю ален но могу тебя советовать если ты где-нибудь когда-нибудь не ищи специально а просто случайно увидишь фигурку а совы или стрекозы и вдруг она тебе понравится и ты вспомнишь мои слова обязательно ее купи поставь ее неподалеку от своего спального места ты в два раза быстрее будешь достигать намеченные цели и стрекоза и сова являются твоими тотемными тотемными оберегами будут они именно на протяжении еще лет 5-6 у тебя точно поэтому ты принципе можешь пользоваться их преимуществом и то что на тебе вот сейчас надето на ночь всегда снимаем и на 20 процентов ты себя будешь бодрее чувствовать по утрам вот когда просыпаешься твой предмет да там амулет браслет кольцо оно так же работает лежа рядом с тобой но тем не менее тебе помогают они становятся вампиром который с тебя тянет энергию и не дает тебе увидеть вещи сон ну что ж рад был что ты приняла меня на стрим спасибо вам тоже очень очень интересный у нас диалог получился хотела как бы уже в последний момент сказать вы похожи да почему-то я уже не стала думаю мало ли не 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 я лучше не буду говорить там наговаривать или еще что то алена доверяй тебе твое будущее оно очень объемное рисуй его сама так как ты захочешь вот прям помню в принципе я завтра хочу скажем так поступить на обучение многие говорят то что ну как бы не надо оно тебе просто возьми и купи да как бы но я все таки хочу своими силами вначале попробовать потому что сделаешь так как ты себе нарисуешь так это и произойдет я учу людей всегда созидать свое будущее самим не заглядывать вперед не ходить погадал да я немножко не люблю эту методу мы закладываем программу арестовать свое будущее так как мы этого хотим сами и мы с тобой однозначно не случайно сделай из этого вывод у тебя получится именно так как ты себе этого захотела ну что ж ладненько рад был повидаться возможно увидим друг друга еще ну и заглядывай ко мне на youtube канал удачи пока пока спасибо до свидания это называется энный мой эфир и тут такая встреча что уж прям вау если честно александр уже покинул мой прямой эфир и я думаю что он пойдет дальше людей скажем так удивлять дарить им такие же бешеные эмоции на самом-то деле я думаю что мои сутки рабочие просто пройдут прям вот вообще на ура я прошу прощения что в маске я думаю что это замечательно что в маске это значит за безопасность это же хорошо дома да абсолютно правильно слушай у тебя прям шарм шарм я люблю таких людей вот честно сразу скажу с комплиментов то есть я люблю таких людей которые такие знаешь немножко вот с шармом таким с глубоким вообще я думала что александру лет 16 меня больше я не знаю я плохо с возрастами хорошо 28 7 какие 36 теперь надо раскрывать карты раз начал да почему мы лесу не видим я люблю темноте поэтому меня не видно так что Саш ты будешь раскрывать карты-то сколько лет не я лучше тогда маску сниму я думаю может без маски так лучше ну так не 16 не 16 видишь ну не 16 и не 25 точно сейчас я так представляю из ребят у неё 12 или чего нет 35 нет 35 35 я думала что у Вани 25 где-то Саша да, у меня проблемы с именами 16 чудеса какие-нибудь верите? чудеса ну это вообще вообще такой абстрактный вопрос по подробному смыслу какие чудеса ну это вообще просто абстрактный вопрос Что в твоем понятии чудеса? Как ты понимаешь слово чудеса? У меня сразу что-то такое представляется волшебное, футуристическое. Что-то аналогия с религией, богом. У меня сразу в эти чудеса, мироточник и так далее. Я в это не сильно верю. Битва экстрасенсов. Да, да, да. Я скорее верю в вещи, которые нельзя объяснить. То есть мы просто пока не можем объяснить. Называем их чудесами. Лис, ты не похож на одного из этих экстрасенсов. Я только что доверю. Я заикаться начинаю, да, как всегда. Я не знаю, я не помню, как того звали. Я заикаюсь. Лис, у тебя проблемные имена. А, да, я понял все. Давай вот так. Давай вот так. Я же сказала. Тебе вспоминаешь? Шепс, точно. Так это ж ты и есть. Это, мам, не показалось. Я смотрю, такое, ну, вот знакомое лицо. Вот где ты его видел уже. Я не понимаю. Типа, я часто вижу вещи. Ну, ты подумаешь, мне 12 лет. Ну, это я. Да, ведь в Макине стареют. Я тебе скажу, что даже меня как-то поразила такая встреча. Честно, вот мне во все это сложно вериться, но это же чисто мое мнение. Поэтому я его как бы... Ну, знаешь, как это... Я вообще вот, мне очень много рассказывали в детстве истории про то, как людей реально там лечили какими-то вот чуть ли не словами там. Ну, то есть, какие-то таинства рассказывали. И меня всегда это завораживало. Я потому что... Я потом стал скептиком. А до этого мне прям вот, ну, казалось, что что-то у нас все-таки такое есть. Возьмемся с коголиками. Я тебе больше скажу, что все рождаемся изначально экстрасенсами абсолютно. У нас в каждом... Это как? Связь с иной стороной у нас есть абсолютно у каждого. И до 7 лет ты, твое сознание принимает решение. Принимает оно иную сторону или нет? Когда человек оставляет в себе это или теряет связь с иной стороны? Я очень часто вижу такие сны, которые реально сбываются. Я могу в один сон видеть человека, а на следующий день у меня произойдет ситуация, с которой я встречу с этим человеком. У меня там разговор с ним будет. Что-то такое. Лесь, я тебе дам такой совет. Если вдруг ты увидишь какой-то страшный сон, который вдруг тебя напугает, и ты не захочешь, чтобы он сбывался, никогда не озвучивай его другому человеку. Всегда озвучивай его на бегущую воду. Вот утром, пока умываешься, можно там, перед зеркалом вода течет, да, с водой пришло, с водой ушло. На бегущую воду его рассказал, и все, и больше никогда не дай никому. Первородный элементар воды, он его разбивает. Но как только ты озвучил его в чужие уши, ты даешь возможность ну уже на процентов 80 этому сну сбыться. Саша, это фамилия оригинальная, ну твоя, или это псевдоним? Нет, нет, это моя оригинальная. Энергетика у тебя сильная, что я говорю сразу глубину, я же начал говорить про то, что глубина чувствуется у тебя. А ты из Самары, да? Сходился в Самаре, но я уже больше 10 лет живу в Москве. Тебе, Вань, могу дать такой совет. Если вдруг захочешь быстрее достигать поставленные цели, прям запомни либо символ ворона, либо мамонт. Мне просто интересно. Это тотемный обед. Это капитно. Он прописан в биополе. Он со временем может меняться. Их может быть несколько, может быть один. Я, кстати, вот об этой теме мне оно очень интересно. Мы можем об этом действительно пообсуждать. Я же в свое время задумался о том, что я хочу сделать татуировку. Думал, чтобы обязательно был какой-то символ, от него исходила какая-то энергия. нет. Именно этого больше всего хочется. Я являюсь противником татуировок. Я просто был много раз свидетелем, как именно татуировки очень сильно начинали влиять на судьбу человека, на то, что человек сам себе фактически ставил дополнительные капканы. Со временем татуировка может нести ему дополнительный какой-то успех, но со временем он может кармически за нее очень здорово расплатиться. И если, допустим, тотемный оберег поменялся, а ворон у тебя по-прежнему остается на твоем плече, будет нести он абсолютно уже другой подтекст, другой смысл. Если, допустим, ты нарисовал себе ту же молнию, которая является руническим символом, и она будет периодически находиться у тебя в перевернутом состоянии в тот момент, когда ты желаешь какого-то результата, ты начнешь всеми фибрами его разбивать и разрушать этот путь. То есть, ты фактически увеличиваешь себе эту дорогу. Я не очень люблю татуировки, нужно быть либо очень-очень категорично внимательным к определенному символизму, чтобы выбрать себе этот символ, либо не рисковать. Я про это как раз и думаю, что я не хочу наносить на себя какой-то рисунок, который впоследствии мне может оказаться чуждой. много. То есть, не передавать всех вот этих каких-то эмоций или внутреннего состояния. Только поэтому я ее еще не сделал. Ты зафиксируй сам свою мысль, потому что чистое тело, оно будет в разы ценнее, чем то, которое находится в татуировке. Потому что чистое тело это то, что дано тебе именно самой Вселенной. Ну все, ребят, счастливо, рад был повидаться. Пока-пока. Саша, большое тебе спасибо. У человека какая-то есть. Да, есть какая-то у него все равно сила внутренняя. Я не знаю, как это передать. То есть, какая-то энергетика даже через картинку она почувствовалась. Я прям сразу такой, то есть, обычный парень, да, сидит на фоне там, обычный фон, то есть, ничего. А вот чувствуется в нем какая-то такая энергетика. Да. Необъяснимо, но факт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok